Друзья, всем привет! Меня зовут Вита, добро пожаловать на мой канал. Сегодня будем краситься вместе, и я вам покажу новые кремовые тени от Pat McGrath. Я себе хотела взять изначально несколько оттенков, ну, собственно, так и получилось, но немножко не те. Я хотела себе взять такой сероватый оттенок, но его не было в продаже, он сразу уже был распродан, но, в общем, я его не поймала, поэтому взяла вот такие два, и это новая формула у Pat, называется Fetish Eyes Longwear Liquid Eyeshadow, то есть это кремовые тени, они должны хорошо держаться, и это устойчивая формула, и я взяла себе два оттенка, первый оттенок называется Luna Rose, и второй оттенок называется Cosmic Chartreuse. Я себе уже нанесла тон, сделала кремовую коррекцию, добавила румяна кремовые, и сделала брови. У меня также есть межресничка коричневым карандашом, я использовала свой любимый карандаш от Too Faced в оттенке Killer Chocolate. Смотрите, какая у меня уже малютка, нужно брать новый. И будем сейчас сделать макияж глаз, также у меня есть база на глазах от MAC 24 часа. Давайте начнем. Я начну восковым карандашом коричневым, хочу сделать такую сейчас модную подрастушеванную стрелочку, и на все века нанесу один или другой цвет, в общем, как-то посмотрим. Прежде всего, я и тот, и тот оттенок в одном макияже использую, а почему бы, собственно, и нет. Давайте начнем. Буду выводить стрелочку из внешнего уголка, главное точить карандаш. Вот так. И плоской кистью подтушую. В основном, конечно, пытаюсь ее тушевать верхнюю границу. Это карандаш кофе от MAC. в формуле Eye Pencil. Такая история у меня получается. Добавляю карандаш прямо на внешний угол, чтобы был градиент. Беру любую нейтральную палетку с матовыми оттенками. У меня это палетка от Mario, Ethereal Eyes. И начну со светлых оттенков в складочку. Нанесу вот этот оттенок. Маленькой кистюлечкой начинаю закреплять нашу стрелочку и добавлять глубину. Начну с вот этого оттенка. И буду растушевывать этот коричневый в кожу. И возьму вот такой светлый оттенок. Так, и сделаю внешний нижний уголок. Прямо под ресничками прохожу с тем же карандашом коричневым. Я хочу на все века подвижное нанести оттенок Luna Rose. Концентрируюсь. Плотненько он наносится, поэтому я концентрируюсь прямо на внутреннем веке. И потом буду вот сюда дотушевывать его. Очень хорошо тушуются тени. Это радует, потому что такие тени иногда могут залипать или там слишком быстро застывать. И прямо вот остаточками. Вот здесь уже работаю ближе к внешнему уголку. Наносить буду с руки прямо во внутреннем уголке, потому что я хочу, чтобы у меня было больше контроля. Натиск набираю. Вот здесь хочу поднять форму. Подооткрыть глазик. На открытом глазе я рисую. У меня там есть складочка, вот чтобы вот прям выше складочки у меня шла форма. И оттенок Cosmic Chart Truth я хочу нанести на внутренний уголок нижнего века. Прям кисточкой пойдем. Делаем акцент. Так, пока так. Потом в самый уголочек еще добавим хайлайтер. Так. На внешнем уголке темными тенями вот этими закреплю наш карандаш. И кисточкой маленькой с консилером вот тут вот подрезаю, потому что я чуть-чуть ниже вышла, чем мне надо. Потому что я хочу такую восходящую линию поддерживать, которая у меня уже стрелочкой была задана. Вот так подрезаю. На водную линию нанесу нюдовый карандаш. Это у меня новенький. Взяла попробовать от LA Girl. И называется Ultimate Intense Stay Outer Liner. И оттенок Super Bright. Я пудрой прохожусь прям под стрелочкой. И чуть-чуть подтушевываю вот тут тушевочку мою. Это пудра MAC Mineralize в оттенке Light. Она такая сатиновая. Мне осталось нанести тушь. Я подкручу ресницы и нанесу тушь MAC Stack от MAC. Я за кадром добавила тушь. И припудрилась чуть-чуть. Т-зону под глазами. Ничего особенного. И добавила хайлайтер. Это у меня Mesmerize от Rare Beauty. Хочу добавить что-нибудь интересное во внутренний уголок. Потому что у меня сверху розовые тени. Снизу зелененькие. Я беру палеточку от Kat Von D. Вот такая она. Я обожаю эти дуохромы. И они очень классно смотрятся во внутреннем уголке. Поэтому беру маленькую кисть. И снизу я добавлю зеленый оттенок Green Emerald. И такие полупрозрачненькие. Мне кажется, должно получиться красиво и интересно. Вот так. Конечно, если ничего такого нет, можно просто хайлайтер нанести во внутренний уголок. И тоже будет красиво. А вот в верхнюю часть добавлю розовый оттенок Pink Opal. Я его люблю. Видите, у меня уж там дырка приличная. Прям той же кистью. Так, они хорошо друг в друга втушевываются. Я пока красила ресницы, заметила, что у меня тень снизу зеленая. Немножечко в складку подсела. Поэтому такой пигмент забивается. Поэтому я добавила второй слой. И надеюсь, что это исправит ситуацион. Не хватает нам губ. Давайте подведем губы. Я возьму карандаш Whirl от MAC. Штрихую уголки, потому что сегодня буду наносить блеск. В последнее время что-то я... Мне блески нравятся. Без помады наносить на карандаш. Блеск возьму от Наташи Диноны. Оттенок Dream Lip Gloss. Все. Вот такой вот образ у нас получился сегодня. Что я хочу сказать по поводу оттенков. Оттенки мне понравились. Зеленый, когда застывает, выглядит прям довольно-таки темно. Поэтому имейте это в виду. С ним прям можно делать такой, знаете, Smoky Eyes. Он такой средней темноты. Не слишком темный, но и не прям уж светлый. Мне больше всего понравился оттенок Lunar Rose из этих двух. Но я вот люблю добавлять цвет, блестящий на нижнее веко. Поэтому зелененьким я буду пользоваться тоже. Тени плотно наносятся, поэтому их очень важно тоненько растушевать. Потому что если вы их тоненько не растушуете, то у вас они вот так и застынут буграми. Поэтому обязательно нужно тоненько растушевывать. Плюс когда вы их растушевываете, проскакивает больше блеска, они как будто больше начинают сиять. Они могут закатываться в складочки. Хоть они и заявлены, что стойкие. У меня вот на нижнем веке зеленый цвет забился в складочки. Не критично, но мне видно, и я это поправляла. Поэтому я думаю, что в течение дня, конечно, если долго носить макияж, то и если у вас есть такая проблема, то с вами тоже это может случиться. Имейте это в виду. Еще такой момент у этих теней, что они изначально больше блестят. Потому что пока тень еще такая полувлажная, то они выглядят прям красиво. Но когда они начинают подсыхать, то уходит вот этот вот влажный блеск и остается просто, знаете, такие блестки пигментные. И это все равно красиво выглядит, но просто не так блестит, как мне хотелось бы. В принципе, мне тени нравятся. Мне казалось, что они будут блестеть больше, так как все мы знаем, чем Пэт Маград действительно может сделать классные блестящие тени. И мне, конечно, хотелось бы, что это была бы какая-то вообще вот прям россыпь бриллиантов на глазах. Но, к сожалению, нет. Они поблескивают, но довольно-таки скромно. Такие скромняшечки тени получились. А мне хотелось, конечно, чтобы было вырви глаз. Но что, в целом, в общем, я формулой довольна. Буду ли я брать другие цвета? Вот не знаю. Мне, конечно, бы хотелось, чтобы эта формула была такой, знаете, вот специальные цвета в палетках Пэт, как они блестят. Но, к сожалению, такого не произошло. Но формула все равно достойная. Скажите, что вы об этом думаете? Успели ли вы отхватить какие-то цвета себе? И если да, то какие довольны ли вы формулой? Будете ли вы покупать эти цвета? Оба этих цвета до сих пор доступны. Там было всего шесть цветов в коллекции. И три из них сразу же были распроданы. И вот три еще остались. И вот я два из трех взяла. И до сих пор они доступны. Я брала с официального сайта Пэт Маград. Вот такой вот образ сегодня получился. Скажите, как вам? На этом мы закончим это видео. Спасибо, что вы были сегодня со мной. Пишите комментарии, задавайте вопросы. И всем пока-пока. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok